Здравствуйте! Телерадио компания Сургут Интерновости приглашала всех желающих прочитать любимое стихотворение о Великой Отечественной войне. Читая строки фронтовых поэтов, в Сургутёне вспоминали о страшных событиях тех лет. В этих стихотворениях слышится и верность отчизне, и горечь поражений, ненависть к врагу и, конечно же, вера в победу. Александр Твардовский. Его крупнейшее произведение военной эпохи, Василий Тёркин, является своеобразным памятником духу русского народа. В образе Василия Тёркина, простота и величие советского героя. Разрешите доложить, коротко и просто, я большой охотник жить лет до 90. А война про все забудь, и пенять не вправе. Собираться в долгий путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ, и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые, живые, все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то, скажу вам, братцы, нам из этой кутильмы некуда податься. Кто-то не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя мальчиха-то с краю. Не велик тебе расчет, думать в одиночку. Бомба-дура, попадет вздуру прямо в точку. На войне себя забудь, помни честь однако. Рвись до дела, грудь на грудь драка, значит драка. И сказать не примену, дам свою оценку. Тут не то, что в старину стенку и на стенку. Здесь не то, что на кулак поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить, ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь, и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От забот свободу. И тогда ты тот боец, что до боя водит. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу. И глядишь еще живой, будешь сам в придачу. А настигнет смертный час, значит номер вышел. В рифму что-нибудь про нас вместо нас напишут. Пусть приврут, хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы. Солдат воевал. От увиденного впору озлобиться, огрубеть. Но в его сердце нет места жестокости. В своей лирике Александр Твардовский воспевал подвиг солдат и героизм. Дружинка, как его. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Лет десяти, двенадцати, бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках при фронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках. Таскать им воду вебрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку. И сливы недозрелые салют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг в машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир. Я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танки с вами. Прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь, и с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом. У меня рыхлый, жирный чернозем. Я вытерпло. Душу огарь и копоть. От дома в дом ушел большой пожар. И помню я сказал. Спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал. Был трудный бой. Все нынче как с просонка. И только не могу себя простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Еще один автор, чья поэзия вошла в историю навсегда. Один из великих поэтов татарского народа, Мусаджалиль. Пример мужества, стойкости и героизма. В 41-м году поэт ушел на фронт. Годом позже, в кровавом 42-м, он оказался в плену. В заточении было написано 115 стихотворений. Продолжая писать, Мусаджалиль помогал пленным совершать побег. За это в 44-м в Берлине его казнили. А потом, уже после смерти, советский герой почему-то оказался советским врагом. Высшее руководство СССР обвинило поэта в измене родине. Его имя включили в список особо опасных преступников. Много лет друзья и салагерники пытались оправдать поэта. И лишь в 1956 году писатель был назван героем Советского Союза. Его стихотворение «Варварство» было написано в том кровавом 42-м году. Они с детьми погнали матерей и яморы заставили. А сами они стояли кучкой дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстрели в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь в удел листве соседних рощ и на полях, покрытых углою. И тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. «Нет, этого не забуду дня. Я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышло на поля. В последний раз детей поцеловали. В последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужасом. Как не лишиться ей рассудка? Все понял, понял, все малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать. Прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу! Не надо, мама! Пусти меня, пусти! И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плачет. И голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой. Сейчас вдохнешь ты больно. Закрой глаза, но голову не прячь. Чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза. И залила кровь по шее лентой красной, избиваясь. Две жизни на землю падает, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. Заплакала земля в тиши глухой. О, сколько слез горячих и горючих. Земля моя, скажи мне, что с тобой. Ты часто горе видела людское, и миллионы лет свела для нас. Но испытала ли ты хотя бы раз, такой позор и варварство такое. Страна моя, враги тебе грозят. Но выше подними великой правды знамя. Омой его земли кровавыми слезами. И пусть лучи его пронзят. Пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей. Что кровь детей глотают жадно. Кровь наших матерей. В этом же году, в 42-м, еще один известный поэт, Сергей Александрович Васильев, написал стихотворение Наташа. Именно здесь, на войне, фронтовой поэт увидел своими глазами, на какие подвиги и труд способен настоящий защитник Родины. Мы вошли в деревню с боем на рассвете. Надрывался ветер, обжигал мороз. Нас встречали с плачем, женщины и дети. Белые от снега, желтые от слез. Первая навстречу бросилась Наташа, худенькая девочка, продранный рукав. Я ждала, я знала, вот листовка ваша. Отогнула девочка шутки от ворот. И дала мне в руки красную листовку, ту, что мы бросали здесь на Новый год. Мы вошли с ней в избу, холодно и пусто. Только ветер воет в дымовой трубе. Ни краюшки хлеба, ни листа капусты не оставил немец в маленькой избе. Я узнал фашисты, увели с собою на глазах у девочки, плачущую мать, Что недавно девочку круглой сиротою хмурые соседи стали называть. А еще мне девочка, робко, виновата, сообщила голову, опустив слегка, Что похож лицом я на родного брата, на ее любимого брата Василька. «Вася, Василечек, что с тобой устало? За Днепром, за Доном или у Двины?» Только помнит девочка, что она рассталась с добровольцем братом в первый день войны. Я сидел с Наташей, тихий и смущенный. Я утер ей слезы, стиранным платком. Я ей хлеб намазал, позженей сгущенным, ледяным пайковым, сладким молоком. Долго мы молчали, слова избегая, облитые светом жидкого огня. А потом сказал я, вот что, дорогая, с этих пор, братишка, ты зови меня. Когда, забыв присягу, повернули в бою два автоматчика назад. Догнали их две маленькие пули. Всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, скнувшись землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух его лишь тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, как смертью храбрых пали их сыны. И сотни раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать. Это стихотворение написала Юлия Друнина. На фронт она пришла еще совсем молоденькой девушкой. Будучи сам инструктором, в 17 лет попала в окружение. 13 суток по тылам противника пробиралась к своим. За все свои боевые отличия позже она будет награждена орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Юлия Друнина и другие такие же медсестры, как она, были бальзамом, таблеткой от страха для солдат. Каждый солдат был тайно в нее влюблен. И каждый из них мечтал первым ворваться в ображеские траншеи. И даже мечтал быть тяжелораненым, чтобы перевязывала именно его медсестра. Приговаривая при этом, потерпи, милый, потерпи, родной. Сейчас боль пройдет. Для этих молоденьких девочек фронтовая жизнь все-таки была жизнью. Они влюблялись, сами были любимыми. Но зачастую они теряли своих любимых, не успев даже полюбить их. После войны Юлия с тоской вспоминает один из таких случаев. Над ними ветра. И рыдают, и плачут. Бормочут дожди в темноте. Спят наши любимые. Мальчики наши. А нас обнимают не те. Одни помоложе, другие постарше. Вот только ровесников нет. Спят наши ровесники. Воины наши. Им все по 17 лет. Но было и по-другому. Не девочки хоронили мальчиков своих, а бойцы хоронили любимых медсестер. Об одном из таких случаев пишет Роберт Проздественский. Может кто-то забыл? А вот мне не забыть тех военных дорог, бесконечную нить. Поливали дожди из слепого свинца, пробивая насквозь молодые сердца. Сколько там полегло, знали только ветра, да еще знала ты, фронтовая сестра. Я тебя повстречал не в весеннем саду, а в тяжелых боях в 41-м году. У солдатской судьбы я просил много раз милосердия к тебе, фронтовая сестра. Майским солнечным днем шел последний наш бой. Ты от пули меня заслонила собой. Закрываю глаза, и как будто вчера ты склонилась ко мне, фронтовая сестра. Мне друзья говорят, что тоскуешь, бобыль? Неужели тебе не найдется судьбы? Столько лет уж прошло, позабыть бы пора. А вот я не могу, фронтовая сестра. Моя песня недопитая, моя чарка недопитая, моя рана незажившая, моя в горе неубитая, фронтовая сестра. В той же тональности звучат строки и стихотворения военного корреспондента Константина Симонова «Жди меня». Автор известного произведения побывал на всех фронтах, был свидетелем последних боев за Берлин. Симонов знал, что советскому народу в равной мере нужны и гневные строки ненависти, и задушевные стихи о любви. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега не тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут позабыть вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют терпкого вина за память души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим. Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Еще один неутомимый поэт, который твердо верил в победу добра, в победу справедливости над жестокостью и злом, Самуил Маршак. Детский поэт, который писал стихи для взрослых. Его известное стихотворение «Мальчик из села Поповки» не может не тронуть. Немцы, отступая, забрали все трудоспособное население деревни с собой, деревню сожгли до тла, а стариков, детей и женщин расстреляли. И единственным уцелевшим жителем этой деревушки остался мальчик по имени Петя. Среди садроба и воронам в селе разрушенном до тла стоит зажмурившись ребенок последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, это все, что уцелел. В прежней жизни и избил. Стоит было головой Петя и плачет, как старик без слез. Три года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в маску в вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь пролезу и за ребенка на снегу. Поэт-лирик Эдуард Асадов в 17 лет уже был наводчиком миномета. В боях за Севастополь он получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. К несчастью, боец ослеп. Война отняла у него зрение, но не смогла отнять способность чувствовать. В своих стихах он воспевает красоту мира и красоту человеческих отношений. Огонек чадит в жестянке, дым махорочный столбом, пять бойцов сидят в землянке и мечтают, кто о чем. В тишине да на покое помечтать оно не грех. Вот один боец с тоскоя глаз сащуря молвил «Эх!» и затих. Второй качнулся, подавил протяжных вздох, сладко дымом затянулся и с улыбкой молвил «Ох!» «Да!» ответил третий взявшись за починку сапога, а четвертый размечтавшись пробосил в ответ «Ага!» «Не могу уснуть, нет мочи!» пятый вымолвил солдат «Ну чего выбраться к ночи? Разболтались про девчат!» Эдуард Асадов автор одиннадцати поэтических сборников. Полстраны выросло на его стихах. Здесь и смех, и слезы, и солдатский крик души. День победы и в огнях салюта, будто гром заполните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало десять человек. Как понять и как осмыслить это? Десять крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту десять жизней, значит, каждый час уже шестьсот. И вот так, четыре горьких года, день за днем, невероятный счет, ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать. Чем была оплачена минута, каждая при каждой минуте, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью. Вслед вам те, кто жил во имя вас. Время никогда не изгладит из нашей памяти эту священную войну. Одерживать солдатам победу помогали песни. Эта песня написана Михаилом Исаковским в 30-е годы, когда еще никто не думал о войне. Была весна, был мир, цвели сады. Песня Катюша олицетворяла все самое светлое в жизни. А потом беспощадный фашист захотел все это разрушить. Гвардейский реактивный миномет наши бойцы прозвали Катюшей. С этой песней солдат вставал из окоп и шел в атаку. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пойте, песня, песенка деничья, ты лети за ясным солнцем вслед, и пойду на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, уводила песню за собой. И еще один музыкальный подарок всем ветеранам и труженикам тыла от фронтовика Булата Куджа. Эта песня очень четко передает все чувства и ощущения, которые испытывали солдаты в победном мае 45-го года. А мы с тобой брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери, шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец и есть собой. Четыре года мать без сына четыре года мать без сына четыре года мать без сына бережь не пошли домой. к солей к пеплу наших улиц опять-опять товарищ мой скворцы пропавшие вернулись скворцы пропавшие вернулись скворцы пропавшие вернулись вернулись бережь не пошли домой. кровь доме в сборах воды доме скворцы закрытыми очами alım Военная поэзия — это целая эпоха. Много поэтов прославленных, много стихов пронзительных, но есть одно стихотворение, которое является как бы итогом всей фронтовой поэзии. Это стихотворение Евгения Евтушенко. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Над шире пашины полей и у берез цветополей Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою На землю русскую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова